Здравствуйте! Это Аня Сахара на интернет-странице MoscowGirls.tv. Мы продолжаем нашу еженедельную программу передач для тех, кто любит деньги. Для тех же, кто не любит деньги, мы рекомендуем нашу еженедельную программу для тех, кто любит сказки. На прошлой неделе с новой силой вспыхнула общественная дискуссия на тему истоков и судеб российского кризиса. Как водится, особенно ярко звучали ораторы, утверждающие, что наш кризис самый страшный, мы его только углубляем, а власть наша этому способствует. И основной вывод делался в том, что в мае станет совсем плохо. Как обычно, звучат эти лозунги убедительно и зажигательно. Даже становится немного жутковато, когда читаешь эти звонкие и бесстрашные строки. Но чу, неуместная память констатирует, что примерно то же самое, примерно те же люди говорили в ноябре. Вот только полный крах предвещали в феврале. И, кстати, тогда эти страшилки звучали даже страшнее. Коллапс в феврале – это темнота, холод, пронизывающий ветер и колючий снег. А коллапс в мае – это уже как-то менее серьезно. Почему-то сразу видится недорогое пиво с друзьями на солнечной лужайке. У ораторов это называется потерей качества фактуры. Ну, приходится работать с тем, что есть. Почему же те, кто не дождался коллапса в феврале, активизировались именно сейчас? На то есть несколько экономических и информационных поводов. Экономические новости мы уже с вами обсуждали. Продолжение следует...